Максим Скрупский и Данил Шерипов дают свои комментарии по игре Broadway Project 111, которая закончилась победой подопечных Данила Шерипова с счетом 6-2. Данил, если вы сравниваете с предыдущей игрой, как команда сыграла? Если в предыдущей вы, скажем так, сетовали на игру своей команды, то как оцените в целом сегодняшнюю игру? К великому сожалению, да, то мое интервью недельной давности не записалось, и ребята не услышали, возможно, какие-то правильные слова критики в свой адрес, но будем считать, что оно все мысленно как-то так до них дошло, и сегодня, на мой взгляд, результат абсолютно закономерен. По игре, конечно, были какие-то определенные вопросы, были провалы, моменты у наших ворот. Леша Помотивов выручал во многих ситуациях, но, с другой стороны, наверное, мы создали тоже достаточное количество моментов для того, чтобы выиграть в любом случае. С первым голом всегда проще играть, нам в этом плане повезло, ну, а дальше как-то, не знаю, довели дело до победы. Максим, чего не хватило Бродвей сегодня для того, чтобы как-то навязать борьбу больше в центре поля, возможно, особенно во втором тайме, когда вышли на счет 3-0, скажем так, было, возможно, больше грубости от ваших игроков. Скажите что-нибудь по этому поводу. Ну, с такой командой надо играть на предельной самоотдаче, ну, и плюс везение, на самом деле. Ну, при счете 3-0, наверное, немножко как-то надломились парни, да, может, где-то сфалили, ну, фалили, там, расстроились, там, вот и всё. При счете 4-2 можно было перевернуть игру последние 15 минут, я насчитал 5, ровно 5 моментов, но потом посмотрим нарезку, ну, 5 можно было перевернуть, потому что проект успокоился, почему-то мне показалось, вот, минут на 40-й, 45-й как-то, вот, полегче стало. Так что, ну, с ними можно, вот, хорошая, отличная команда, бегущая, с ними можно было сегодня выиграть только при запредельной самоотдаче, ну, и плюс везение абсолютно, да, тогда можно было выиграть. Вот, все моменты свои использовать, да, можно было выиграть, зацепить, хотя бы зацепиться. А так, все, счет по игре, парни хорошо играли 40 минут, ну, 45, а вот последние чуть-чуть они так, это самое. А так, прикольные команды, ну, все, наверное. У меня тоже такие комментарии были, что в конце, в концовке встречи, проект 111 немного, скажем так, подрасслабился, и вот один из голов, не помню, 4-й или 5-й, где, кажется, уже можно было пробить, но все-таки улучшали, улучшали позицию, все-таки забили, но было, скажем так, на грани. Из-за чего это возникало? Будем считать, что это такая, как сказать, максимально дружеская атмосфера в команде, где каждый атакующий игрок пытается улучшить ситуацию для своего партнера, для того, чтобы он отличился. На самом деле, да не знаю я, в каких-то эпизодах люди принимают решения, исходя из того, что происходит у них в этот момент в голове, ты им не залезешь, да? Да, наверное, большие ворота и думаешь, ну, проще забить. Но с другой стороны, думаешь, а что, большие ворота сейчас отдам, и он точно тогда забьет, они у него совсем пустые будут. Пытается как-то улучшить ситуацию. В какие-то моменты пытается сыграть слишком красиво, когда это, ну, не нужно. Даже вот моменты в концовке у наших ворот, они были следствием, наверное, не... Ну, по крайней мере, вот то, что я помню, такое явно голевое, там, удар в штангу на последней минуте, плюс там перед пятым голом мы чуть свои не пропустили. Это было следствием того, что мы пытались мячик сохранить в своей штрафной, и как-то излишне самоуверенно действовали. Хотя в такие моменты иногда защитнику нужно попроще сыграть, да? Там, не знаю, не имеет смысл там контроля ради контроля тики-таку в своей штрафной катать не надо. Особенно, когда соперник еще играть не бросил, да, и он как бы, ну, прессингует тебя. И согласен с оппонентом, с коллегой, что был такой момент, когда было немножко так тревожненько и опасненько. Ну, хорошо, что потом удалось забить еще. Спасибо.